Активным времяпрепровождением людей пенсионного возраста в Дмитровской центральной библиотеке занимаются уже давно. Еще до старта губернаторского проекта сотрудники данного учреждения создавали программы для пенсионеров. Не секрет, что пенсионеры наиболее активные жители, те, которые откликались и приходили на наши мероприятия. Сейчас у нас существует несколько таких направлений, которые ведет библиотека. Мы уже на протяжении 10 лет вели компьютерную грамотность. Мы ее продолжаем вести и готовят наши пенсионеры, а не основы компьютерной грамотности. Но новинка этого года то, что мы стали работать с пенсионерами, обучать их умной платежке. Потому что не секрет, сейчас цифровизация плотно вошла в нашу жизнь, и им приходится этим заниматься. Сейчас эти направления продолжают свою работу, но уже в рамках губернаторского проекта активное долголетие. В этот раз для людей преклонного возраста был проведен мастер-класс по рисованию, который провела преподаватель Дмитровской детской художественной школы Елена Резникова. Я считаю, что это очень важно, потому что для людей пожилого возраста очень важно развивать эмоторику, и не забывать развивать свою память, и вообще при общении к эстетике. Как правило, известно много случаев, когда люди старшего возраста начинают рисовать потрясающие какие-то картины, выставки, которые пользуются популярностью не только в России, но и за рубежом. Надеемся, что и наши дмитровчане создадут некогда свои произведения. Вместе с участниками клуба «Активное долголетие» Еленой Резниковой в рамках мастер-класса учились рисовать натюрморт. Поэтапно, шаг за шагом, штрих за штрихом, соблюдая все правила постановки света. Расположение и размеры предмета на картине на холстах участников потихоньку создавался натюрморт. Я довольна. Я вообще пришла немножечко поучиться, так чуть-чуть рисую. Ну вот, построение овалов и прочее. Интересно, уже интересно. Время же свободное есть у нас, у пенсионеров. Вот, поэтому очень даже интересно прийти порисовать, научиться чему-то, потом там у себя в деревне пейзажи писать натюрморты. В рамках проекта «Активное долголетие» очень много направлений, в которых могут себя проявить наши пенсионеры. Это рисование, танцы, занятия спортом и многое другое. Я только недавно в разряд пенсионеров перешла, поэтому когда этой темой не интересовалась, ну вот и говорю, просто моя подруга, которая чуть помладше меня, она меня вот туда и сюда и подтолкнула. Ну, сказала, что отзывы хорошие, что будет очень интересно. Какие бы еще направления вы хотели бы освоить у тебя? Ну, вот скандинавская ходьба очень интересная. Тоже там у себя занимаюсь, сама, вот с мужем мы вместе, но хотелось бы, может быть, технику освоить. Тоже, может быть, приду. В 2021 году в губернаторском проекте «Активное долголетие» приняли участие почти две с половиной тысячи жителей Дмитровского городского округа. Что касается Дмитровской центральной библиотеки, то здесь для членов клуба «Активное долголетие» работают еще несколько направлений. Это шахматы, клубы «Удачник», ретро «Берегиня» и кружок танцев. Поэтому, если вас заинтересовали данные проекты, добро пожаловать на занятия.